Добавлю перед ООН, на вторые сутки идет акция протеста антииранских активистов. Они требуют от Запада вмешаться в ситуацию в Исламской Республике, руководство которой систематически, как они утверждают, нарушает права человека. С места событий репортаж Ксении Мушток. Красные свечи, лепестки роз, портреты погибших диссидентов и затоптанные фотографии иранского лидера. Детально обставленная акция протеста собрала около 500 недовольных положением дел в Иране. Основной их лозунг – молчать больше нельзя. Толпа протестующих растянулась на целый квартал. Они называют правительство Ирана воинствующими террористами и требуют равноправия для всех. Недавно избранный иранский президент Хасан Роухани, чья фамилия переводится с персидского как «духовный», для протестующих – диктатор и религиозный фанатик – волк в овечьей шкуре. В листовках, которые распространяются тут же на протесте, говорится, что за несколько месяцев его управления в стране были убиты 225 политических заключенных, 35 из которых обезглавлены. Протестующих подогревают криками со сцены. Среди выступающих – бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и представитель семьи Кеннеди. Свобода, будущее, в новый мир, где можно будет жить, а не существовать. Гуйнала в Нью-Йорке уже 4 месяца. Она говорит, что в августе в Иране казнили ее брата за то, что он открыто выражал недовольство правительством. Я знала семерых из тех, чьи фотографии стоят на сцене. Они были лучшие люди на свете. Я верю, что мы вместе сможем добиться свободы. Среди протестующих было много женщин. Для них равноправие и свободу олицетворяет новый герой – Мариам Рахави. Эта женщина – лидер иранской оппозиции. Сейчас она живет во Франции, но как только что-то изменится, она сразу приедет в Иран. Я очень верю в нее. Поддержать протестующих пришли и жители Нью-Йорка. Правда, как зовут иранского лидера, они не знают. Но свободу хотят для всех. Так этот протест против Ирана? А я думала, они против Сирии выступают. Но все равно надо что-то делать с тем, что там творится. К слову, такие антииранские протесты в день проведения Генеральной Ассамблеи ООН проводятся уже несколько лет подряд. Ксения Муштука, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.